У каждого педагога своя история выбора профессии. Кто-то решил продолжить дело родителей. Для других примером и идеалом стала первая учительница. Но всех их объединяет одно – любовь к детям и огромное желание передать свой опыт и свои знания подрастающему поколению. Сейчас для меня, наверное, школа – это больше 20 лет работы в нашем районе. В должности учителя, заместитель директора, директора школы, ну и теперь начальника управления образования. Школа – это жизнь, это люди, дети, взаимоотношения, это радости, огорчения, победы, достижения, взлеты. Это интересная, насыщенная жизнь. Александра Гончаренко, руководитель кукольного театра Пушкинской школы, обладатель звания, лауреат первой степени конкурса «Юные таланты Московии», призналась, что с детства мечтала работать с детьми. Я всегда мечтала работать с детьми. Я сама многодетная мама, у меня три сына. И мне всегда хотелось что-то внести в их развитие, и чтобы они всегда были рядом. И это послужило толчком к тому, что я стала педагогом дополнительного образования и работаю с детьми. Депутат Московской областной думы Лариса Лазутина активно помогает образовательным учреждениям. Благодаря поддержке парламентария в некоторых школах района появилось новое оборудование – открыты дополнительные творческие мастерские. Я хочу, чтобы труд педагога всегда был благотворным и творческим. И он был совместным с труду. Именно труд был учителя, ученика и родителя. А, конечно, им хочу пожелать самое главное – это профессиональных и личных успехов. В честь праздника были отмечены лучшие педагоги и воспитатели района, победители различных конкурсов профессионального мастерства. Также были вручены специальные награды от Московской областной думы и от вице-президента банка МКБ Нины Гинтовой. Я хотела бы вас, прежде всего, искренне поблагодарить за то, что вы позволяете мне быть частью вашей большой, дружной, профессиональной семьи. Семьи Управления образования Денцовского района, семьи педагогов. Самый-самый благородный труд. Это действительно удивительный праздник. С праздником вас, с вашим профессиональным праздником. Спасибо вам за щедрость ваших сердец, за широту ваших душ, за ваше неравнодушие, за то, что действительно вы чувствуете себя так, как чувствуете, помогаете нашим детям становиться лучше, богаче душой. Ваш труд очень благородный. Да, он тяжелый, но он благородный. Еще одним уникальным проектом в деятельности системы образования района является тесное сотрудничество с родительским сообществом. Благодаря этой работе удается решить многие вопросы и сделать процесс более эффективным. В первую очередь нашим дорогим учителям я хочу пожелать крепкого здоровья. Это самое главное. Ну и, конечно, взаимопонимание, любви, любви от детей, взаимопонимание с родителями, чтобы была поддержка родителей. Потому что родители – это участники образовательного процесса, равные и с детьми, и с учителями. Об этом не надо забывать. Поэтому мы всегда родителям говорим о том, что они должны поддерживать как своих детей, так и учителей. Наши учителя и воспитатели – это золотой фонд, который вкладывает все силы и знания в образование детей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».